И за последние сутки это не единственное сообщение о происшествии с детьми. В центре еще одного инцидента в Иркутске оказался двухлетний ребенок. С ним в квартире заперся мужчина в неадекватном состоянии, а до этого он выгнал из дома жену и угрожал себя поджечь. После разговора с полицейскими иркутянин согласился отдать малыша, а спустя некоторое время мужчину задержали. Его психическое состояние оценивают медики. Почему в регионе так часто регистрируют ЧП с участием несовершеннолетних, когда взрослые угрожают не только здоровью, но и жизни детей? В непростом вопросе сегодня попыталась разобраться Ольга Харнутова. Ежегодно в Иркутской области регистрируют свыше 2500 преступлений в отношении детей. При этом полицейские отмечают рост особо тяжких преступлений. Это побои с серьезными травмами и убийства. Таких инцидентов в 2019 году было 13%. Еще 13% это постигательство на половую прикосновенность. А как сейчас обстоят дела с преступлениями в отношении детей, давайте разбираться вместе. Однако для начала нужно вспомнить о самых громких историях нападения на детей за последнее время. Так осенью в Ангарске мужчина совершил действие сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних. Всем им не было и 14 лет. Похожие инциденты происходили и в Иркутске, но в столице Прибайкале орудовал другой преступник. Несколькими месяцами ранее произошел еще один инцидент. В июле мужчина обнажил половые органы перед 7-летней девочкой. Такие происшествия, которые, кажется, идут один за одним, заставляют встревожиться и задуматься. Неужели уровень преступности по отношению к детям растет? Более двух тысяч преступлений совершено в отношении несовершеннолетних, так скажем. Более двух тысяч преступлений, что на 21% ниже по сравнению с прошлым годом. Погибло детей в результате преступлений 48 в 2020 году. Совершено преступлений тяжких и особо тяжких 300, число 300 преступлений. 66 это киберпреступления. Киберпреступления – это когда взрослые люди отправляют в личные сообщения детям в соцсетях свои откровенные фотографии. Или выкладывают снимки и видео обнаженных несовершеннолетних. Нередко регистрируются и случаи насилия внутри семьи. Но и их, как говорят специалисты, стало меньше. Психологи считают, что это связано с тем, что в школах сейчас уделяют особое внимание психологическому здоровью ребенка. Да и современные родители сейчас подходят к воспитанию детей более осознанно. То есть не хватаются при первом случае за ремень. Современный ребенок в школе, он под пристальным надзором как учителей, так и социальных педагогов, психологов. И в принципе кто-то сигнал может подать, что, например, ребенок очень тревожный, что он не хочет возвращаться домой. Естественно, обычно после этого идет такой обмен мнений с коллегами, что с ним происходит. Ребенок, который подвергся насилию как физическому, так и психологическому, обязательно должен пройти лечение у психотерапевта. Ведь душевные травмы у ребенка могут привести к тому, что в будущем он не сможет устроиться в жизни. По мнению психологов, лучшее, что могут сделать родители для безопасности своих чад, это построить с ними доверительные отношения. Ольга Харнутова, Василий Заводский, новости по будням.